Добрый день, уважаемые участники конференции. Вашему вниманию предоставляется нашим доклад на тему продуктивность кормового ценностей малораспространенных однолетних кормового культуры. Докладчик Олеги Циан Адаменин Тельмакович, доцент Красноярского аграрного университета. Важнейшей проблемой травмопризводства в Сибири, в том числе Краснодарского края, является увеличение производства кормов и улучшение их качества. В настоящее время большое значение приобретает организация адаптивного кормопризводства на строительство продуктивных культур путем нейтродукции новых видов сахтов, которые наиболее полно используют для климатических ресурсов зоны. Разработка ресурсов, сблигающих технологий, организации кормового производства кормов, включение как раз малораспространенных культур. В нами впервые при творческом условии для соседей Красноярского края определены малораспространенные кормовые культуры, обеспечивающие высокую адаптацию продуктивности и питательности на рядовых посевах. Цель работы – определить кормовую ценность и продуктивность от этих трав, при возделенном чистом виде их, для использования кормовой цели для соседей. Основные задачи – это оценить поврежденности однолетней травы, заливной массы, сбору сквозь вещества кормопротеинов единиц, переварив протеинов и энергопродуктов с одного дектора. Второе – провести оценку однолетних данных культур по содержанию кормовых единиц, кормопротеинов единиц и переварив протеинов в натуральном поле. Методики исследований. Культуры закладывали в опытном поле ОНПК Борский, Схобузенского района, Красноярского граммного университета. Объекты исследований были в опытах Орес, СИК, Пайза, Эврика, Суданская трава, Новосибирская, Просок, Невская, 202-92 и Россиянка, Тонник, Однолетний, Повольский, Амарант, Кенейский, 2054. Качественные контроли были у нас Орес. Закладку опыта в наблюдении в периодегитации в растении проводили в соответствии с методическими указаниями по проведению полевых опытов с кормовым культурным вне и кормов, а также методическим указанием РАСКОР. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного анализа по доспеху, энергетическую оценку согласно общепринятым методикам. Технология воздела общепринятая зонально для однолетних утбор. Посев производили с 27 мая по 5 июня с помощью ССНП-16. Повторность в опыту 4-х кратная, размышлен делянная, грандомизированная. Туборку урожая из реломас проводили в 4-х кратной повторности с последующим взвешиванием на литрованных весах. В период демотывания метелки и начало цветения, это умятливое производительное культур, донник одновития амарант в период цветения, начало плодообразования. В условиях соседей Краснодарского края этот период приходится на 20 августа 15 сентября. Качественный анализ кормов проводился в Научно-исследовательском испытательном центре по контролю качества сельско-исследовательского сырья и пищевых продуктов в Красноярском краевском университете. Это по общепринятым методикам за технический анализ. Величина урожайности зеленой массы в значительной степени зависела от вида и сорта культур. Полученный достоверный прибавк урожайности всех исследуемых кормов культур сравнил с контролем. Прибавка самая высокая и наибольшая у пазы до 28 тонн, наименьшая у суданской травы до 9,1 тонны с однородних тарок. Таким образом, наибольшие прибавки показали варианты опыта паза, амарант, доник однолетний до 142-182% в сравнении с контролем. Выявлено достоверные прибавки зеленой массы по годам в среднем за 3 года. Все варианты опыта превосходили таким образом контроль АЙОС. Это таблица 1, как видно, здесь и прибавки, и проценты. По сбору сходов вещества, наибольшие содержащие вещества на пассивах доника однолетние и пазы до 11,3 тонны. Наименьшего варианта просто сорт Максимальные прибавки сходов вещества объявлены таким образом у культура доника, пазы, сорт, проста сорт россиянки и амаранта до 3,4 тонны с одного гектара соответственно. Минимальная прибавка у сорт проста сорт В таблице 3 показана энергопродуктивность кормового достоинства однолетних культур для состепий. По энергопродуктивности наибольшую величину обеспечил тоник одолитий 122, амаран 108, проса россиянков 104 и паза 100. Наименьшая энергопродуктивность установлена у проса сорт Минецкой 92. Содержание в одном килограмме натурального корма. Наибольшая КПЛ кормового достоинства это удоник однолетний 0,25 у проса с двух софтов 0,24 и у про и у вас тоже 0,24 Переволим протеин. Наибольшая показали в одном килограмме натурального корма удоника 35 грамм. Чуть меньше у проса тенец 92 и у россиянки 24 грамма. Наимнейший как видно здесь у алмарата. Вот иллюстрация вот этих сортов и видов пульпур. По сбору переволим протеина с урожайом натурального корма наблюдалась тенденция на ледичную сбору кормопротеинных единиц. Самая высокая кормопротеинная единица по сбору установлена у пази доника до 12,4 тысяч с одного гектара наименьшая 7,5 у овса. Наибольший сбор первого протеина был у доника также от полетней пази проса до 1,73 тонны на гектаре. Наименьшее содержание протеина у амаранта у суданской травы до 1 тонны с одного гектара. Таким образом при более низких показателях питательности высокий сбор вещества с единиц в лошади обеспечен более высокую продуктивность одолетьих культур доника одолетьего пази проса и амаранта в сравнении с контролем. Заключение Вирмен наиболее высокие прибавки измеримой массы сбора вещества у всех исследуемых однолетних культур в сравнении с овсом. Максимально урожаемой зеленой массой была у пази амаранта и однолетнего доника до 62 тонн с одного гектара. Прибавка зеленой массы контролем составила ковсу 182, 147 и 145 процентов соответствий. Максимум сбора вещества обеспечил пази доник однолетних и пази до 11,3 десетки. Максимальный сбор кормопротеинов вещества и продуктивности в целом голью доника и пази. Сбор кпе соответственно 12,4 тысяч тонн по переварнам протеинов до 1,73 тонн с одного гектара. Эргопродуктивность высокой тежной культуры 122 и 100 гигажолы с одного гектара. По сбору кпе доника и пази превосходили контроль в 1,7 раза. По сбору переварнам протеина у доника 2,2 раза, пази 1,8 раза. По энергопродуктивности доник 1,5 раза, пази 1,3 раза. И сразу перейдем к рекомендации производства. Таким отзывом малораспособной кормокультуры можно использовать для производства зеленой массы сельскохозяйственных предприятий региона для заготовки различных кормов, в том числе сена, сенажа и силоса. У меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...